Здравствуйте, дорогие мои! Сегодня я не в футболке для записи видео, потому что это видео максимально спонтанно, потому что меня выбитило два человека. Очень два предприимчивых продавца таймкарт. Сначала пару недель, даже месяц, наверное, назад написал мне один, говорит, пиптар, я продаю таймкарты, всё очень круто, быстро, классно, вот мой дискорд, давай ты его будешь рекламировать за деньги и за процент с продажи таймкарт. Я такой думаю, блядь, это такая тупая хуйня, есть ведь, ну, платиру, фанпэй, и там люди сидят, и вот отзывы, все дела, то есть, кому нахуй нужно идти в какой-то дискорд, покупать какую-то таймкарту, идите, блядь, купите на фанпэй, там 10 миллиардов отзывов, если у вас будут какие-то проблемы, эти проблемы будут решать, потому что, ну, типа, иначе вы оставите плохой отзыв. И поэтому мне показалось, что идея продавать таймкарты через дискорд, в принципе, какая-то стрёманная, возможно. Я ему говорю, не, я чувак, какая-то хуйня, короче, я не буду. Я в итоге отказался, в итоге реклама этого молодого человека замечательного вышла у Чиха. После чего, вот сегодня мне написал ещё один прекрасный молодой человек, говорит, Пиптар, тут есть хуила, который продаёт таймкарты, он полностью скопировал все мои сообщения, у меня в 4 раза больше подписчиков в дискорде, давай ты снимешь видео, в котором вот сделаешь сравнение и расхуяришь этого чувака, тем более, смотри, вот скрины какому-то чуваку, который покупал у него таймкарту, завернули оплату, отменили, типа, эту таймкарту, активированную на аккаунт, и, типа, пизда, он людей кидает вообще. И ещё мне там скинули скринов про то, как отменили оплату, ну, скринов сообщений из Баттленета, понятно, что это может быть фейк. Скинули скринов про то, как вот предыдущий молодой человек скопировал сообщения нынешнего молодого человека. Короче, у них там свой конфликт разразился, и они считают, что это важный конфликт, то есть, что, типа, блядь, ну, там, реально у людей по 2 или 4 даже тысячи подписчиков в дискордах, которые покупают таймкарты, просто какой-то супер экшон идёт, один продал вроде как 500 таймкарт, другой 2000, вот я и думаю, отпиздят они меня или не отпиздят после того, как я этот видос запишу. Один гонит на другого, вот, за то, что он там сообщение украл, и таймкар... Значит, что я хочу сказать, господа, по поводу покупки таймкарт и вот этого всего. Во-первых, мы с вами покупали таймкарты давно, ну, то есть, ещё в Берн Крусейде и в классике мы также оплачивали World of Warcraft, и ровно точно так нам его сейчас предстоит с вами оплачивать, или, возможно, жетонами, ну, если нас всех не забанят, конечно. И вот эта вот тема с дискордами, вполне возможно, это работает, но в первую очередь, заходя в дискорд, у которого продано 2000 или даже пусть 500 таймкарт, я бы посмотрел, есть ли там канал вообще... не канал с отзывами, канал с отзывами там, наверное, есть, а канал, где люди, ну, обсуждают какую-то проблему возникшую, и продавец им отвечает. Потому что я, блядь, более чем уверен, что за 500 продаж у них были проблемы. И если это какой-то отдельный канал, или если они лишают их в личке, то это хорошо. Я, если чё, сейчас не говорю, что они кидалы. Я говорю, что у меня есть сомнения насчёт того, как это всё решается. А, ну и, собственно, по поводу таймкарты, почему их могут отзывать. Я не знаю, где эти люди берут таймкарты, хотя оба меня уверяли при личном общении, что они очень честные и ответственные, молодые, прекрасные и замечательные. Я не знаю, почему я их всё время называю молодыми. Просто они, блядь, такие... ну, наверное, такой продавец должен быть, но они на уши присаживаются, говорят, вот, пруф, и ты такой, да, блядь, какие пруфы? Он такой, да я сам покупаю. Я говорю, да, откуда я, блядь, знаю, что ты сам покупаешь? Да я тебе могу в дискорде показать. Чё ты мне можешь в дискорде показать? Как ты 2000 карт сам купил? Ну, это такая тупая хуйня, блядь, ребята, камон! Это просто... вот когда мне начинают такую хуйню запаривать, это выглядит как пиздёж. Хотя я очень сильно верю людям, ну, то есть, скорее всего, раз у вас реально огромный дискорд и продано 2000 карт, и мне ещё не ловится в личку куча людей с сообщением Пептарна с наебали, скорее всего, там не наёбывают, наверное. Но, да, наверное, вопрос больше в работе... А, я договорил, почему таймкарты там могут возвращать? Они могут покупать их на спиженные кредитки. Или те, у кого они покупают их, могут покупать их на спиженные кредитки. И потом банки, людей, у которых спиздили кредитки, отзывают платёж. Близзы отзывают этот 16... блядь, почему? 60-дневный ключ, и у вас он вырубается, и всё. Потому что сейчас те таймкарты, которые продают, это таймкарты, которые покупаются просто в магазине Близзов коды. Ну, то есть, это нереальные таймкарты. Я в каких-то старых видосах говорил, что таких таймкарт не существует, и сейчас продают остатки реальных таймкарт. И чих это же повторил в своём видео, это тупая хуйня, я ошибся. Просто можно покупать у Близзов за евро таймкарты. Если у вас есть ИВК-учётка, и, собственно, это и делают. Но в тот момент, когда они становятся ниже себестоимости, там есть и оптовые продажи, скорее всего. Я не знаю, какие там ценники. Возможно, это просто с оптовых продаж ценники ниже, чем себестоимость в магазине Батланета. Или спиженные кредитки. Я не знаю, как они это делают. Вот, поэтому я это всё к чему веду? Какого хуя? Идите, есть фанпэй, есть плати.ру. Сайт плати.ру, фанпэй, там что-то там ещё. Там продавцы, у которых ебенейшие там рейтинги. Они там по 10 лет зарегистрированы. У них сотни отзывов. Их видно плохие отзывы. Они не модерируют эти отзывы. Это не их дискорды. Возможно, там дороже. Я не знаю. Я вот открыл. Тут вообще 1600 написано. Ну, вот это какое-то наебалово. Это наебалово тоже. Ну, там у чувака 321 отзыв. У того, что я сейчас смотрю. Продает за 1600. Ну, то есть, наверное, он продает спиженные кредитки. Но там вон отзыв. Можно плохое оставить. Он будет с вами разбираться. Хули у вас там отозвало. Может, новое вам даст или ещё что-то. Не знаю. Вы ему там скрины скинете. Ну, короче. Или когда, если начнётся массовые отзывы, что тоже возможно. Но это всё маловероятно. То есть, не то, что думаете, бля, гемор, сложно купить. Идите, докупите эту таймкарту. Нахуй вам идти в эти дискорды? Я не понимаю. В дискорды тоже можно. На самом деле, я повторюсь. Я не думаю, что эти ребята реально кого-то наёбывают. Я думаю, что они оба странноватые. Наверное, так и должны вести себя продавцы. Но, короче, если там в дискордах нету каких-то классных модных каналов, где все обсуждают кидалово. И, как всё честно. И каналы эти не модерируются. И прям видно, что они не модерируются. И чуваки, вот эти вот продавцы, они отвечают. То, ну, у меня есть вопросики, конечно. Я думал, я думал у людей. Всё. Как бы мы возвращаемся в наш 2007. Идём на плотиру. Ну, хотя в 2007 плотиру, по-моему, ещё не было. Ну, в 2009, окей. Идём, там, покупаем тайм-карты. Всё. Сидим, пердим дальше. Играем в WoW дороже. Ну, а тут какие-то разверзаются суперсрачи. Блядь, дискорды. Пиптары, я тебе заплачу денег. Сними видео про то, какой это чувак хуёвый. А я сам не хуёвый. А почему вот? А потому что... Вот. У меня чисто пригорело на этих двух товарищей. А, собственно, самое главное. Это я забыл, почему я это видео записал. Вот этот человек мне написал, Почему вы не можете записать ролик и рекомендовать действительно проверенный сервис? При вашем желании я докажу, что нашим ИТК такого быть не может. Так вот, ребят. Действительно проверенный сервис. Записываю ролик. Рекомендую. Плати.ру. Пользуйтесь. Мы заканчиваем. Мы заканчиваем. Я уезжаю сейчас... Ну, это не в отпуск. Я уезжаю просто к маме повидаться с ней. И поэтому видео не будет какое-то время. Но я надеюсь, непродолжительное. Спасибо, что посмотрели. Спасибо Слубу Бихилидзоду Джексону. В конце покажу. Вот, я не знаю, я Повербанк купил, чтобы к маме ехать. Короче, очень классный. 900 рублей стоил. В эту дырку не втыкается провод. Но, потому что она кривая просто. Очень классный Повербанк. Сейчас я скажу, какая фирма. Подождите. Эверстоун. Первый раз слышу. Наверное, не надо было покупать какое-то ноунеймовое говно. Зато смотрите, какой он толстенький. Надеюсь, он хотя бы заряжать будет. Потом телефон разрядится. Что я буду делать? Будет очень скучно, грустно. В Геленджике без телефона. Кстати, если есть кто из Геленджика, можем встретиться. Хотя, я не знаю. Мне кажется, если я пойду в какой-нибудь геленджикский бар, меня отпиздят за синие волосы. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok